Приветствую вас, аноним. Давайте разберём вопрос. В первую очередь то, что я хотел сказать вам, в первую очередь, это то, что вам не нужно выбирать между тем поздравить его, например, или мне поздравить, а, между тем поздравить его или сидеть читать, что он позвонит, вам гораздо конструктивнее было бы заниматься своим личностным развитием, учиться, если вы хотите быть открытым, учиться, если вы хотите проявлять свои чувства, свои желания, но это невозможно без принятия себя, без принятия того, какая бы есть на самом деле. И здесь вот имеет место быть некая двойственность, понимаете? По факту, по факту, мужчина не отвечает за свой выбор, понимаете? То есть, он выбрал вас, он вступил с вами в отношения с нами, какая же вы, вот. А после он, как бы, получается, обменяет вас в том, что вы какая-то не такая. Но это, ну это, мягко говоря, инвентильная позиция. Но я думаю, что для вас это не надо, потому что вы сами говорите, что ему нужна мама, ему нужна ласка, ему нужна работа и вообще больше открытость. Вот. Но, тем не менее, мужчина не отвечает за свой выбор. Вот. И хочет, соответственно, видеть в вас такого вот... заботливого, ласкового родителя, по которому вы не являетесь, да и в принципе являться не должны. Идея здесь в том, что если вы не хотите меняться, то меняться нужно не ради него, а ради себя самой, если вас вот как-то не устраивает то, как вы себя там, например, ведете, да, то, как вы себя... Если вы чувствуете, например, или считаете, что могли бы, ну, вести себя как-то по-другому, если вы чувствуете, считаете, что... могли бы как-то иначе себя вести, могли бы как-то по-другому действовать, могли бы как-то вот... ну, изменить свою модель поведения в общем. Вот. Только в этом, в принципе, случае я думаю, что вам имеет смысл меняться. В остальных, во всех остальных случаях, на мой взгляд, перемены абсолютно не к... ну, значит, абсолютно ни к чему не приведут. Вот. Следующий важный момент заключается в том, что вы, как вот, значит, пишите... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ к нему тянет и, соответственно, на мой взгляд, имеет смысл смотреть, с чем именно связана ваша тяга, потому что вот именно то, что вас тянет, факт наличия тяги, связан с некой вашей потребностью и, соответственно, в контексте потребностей, здесь можно с вами говорить, то есть в контексте, именно в контексте потребностей ваших, именно в контексте ваших желаний именно, в контексте того, в чем вы нуждаетесь, вот, ну, в отношениях, ну, это все даже не в отношениях, а в человека, вот, потому что, ну, потому что вы испытываете именно тягу к человеку, вот, и, на мой взгляд, это достаточно важно, то есть разобраться с вашей потребностью, вот, человеку, да, необходимо в одной из первых, ну, в одной из первых очередей, потому что это здесь является в том числе определяющим, да, то есть у вас здесь предварительность с одной стороны его садитесь, с другой стороны он вам лучше, вот, лучше вот, ну, вот, и, как бы, ну, здесь все вот не так, сказать, что просто, вот, здесь у вас есть какой-то внутренний конфликт, вероятно, да, вот, который вы, вот, в том числе через мужчину пытаетесь решить, вот, а, значит, в том, что касается ваших изменений и работы с психологом, вот, про что вы, кстати, вроде бы говорить начали, но как-то вот об этом больше не упоминали, да, то есть один раз вы вроде бы как сказали, что работает с психологом, вот, но как-то на этом все, вот, ведь работа подразумевает некий запрос, работа подразумевает, ага, некий процесс, вот, и если вы этим процессом, например, не занимаетесь, если, или если вы сами не хотите меняться, то, вот, могут быть, эээ, в какой-то степени, эээ, сложности, могут быть, в какой-то степени, эээ, трудности, вот, и вполне вероятно, что это то, что с вами сейчас происходит, в том числе, в том числе, вот. Эээ, значит, эээ, давайте с вами, эээ, поисследуем ваш текст. Два года встречалась с молодым человеком, сейчас он взял паузу. Мои женщины были идеальны, одинаковые приоритеты, одинаковые цели, одинаковый интерес. С самого начала я чувствовал, что его интерес был намного сильнее моего, и мне это очень льстило. Ну, вот, эээ, я мог бы здесь, эээ, вас, эээ, спросить, да, могу спросить вас, здесь, эээ, чем, может, эээ, льстить, вот, эээ, ну, в принципе, вот, эээ, чем может льстить, эээ, то, что, эээ, с его стороны, эээ, внимание, к вам было больше. Вот. Просто вот, эээ, чем может это льстить? Вам. Вот. То есть, грубо говоря, ээээ, за счёт, эээ, чего это происходит? Как вы, эээ, ну, как вы думаете, ээээ, почему вам это льстило? Что с его стороны вам, эээ, внимания, больше, чем, ээээ, чем, там, грубо говоря, эээ, с вашей стороны, стороны, вот, и вам это приятно. Вот. То есть, на мой взгляд, ээээ, ну, было бы крайне неплохо, да, если бы вы, ээээ, в этом направлении, ээээ, подумали бы, вот, чтобы вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что-то меняет в вашем восприятии себя. Вот надо бы здесь постараться определить, что именно меняет это в вашем восприятии себя и почему. Дальше, он очень открытый, чувственный, ничего нельзя сказать обо мне, мне было приятно с ним общаться, такой ночью мне открываться. Ну, я полагаю, мне не нужно в принципе говорить вам здесь о том, что вполне вероятно человек чувствовал, что его используют, но я думаю, что он в принципе сам на это согласился, поэтому здесь как бы все, наверное, в порядке. Вопрос в том, насколько это приемлемо для вас и для него, что он вас чему-то учил при том условии, при том, что ему нужно немножечко другую, да, то есть ему нужно вот то, что нужно, то есть, грубо говоря, вот ему нужна семья, ему нужна ласка, да, ему нужно там, вот, понимание, вот это все, а вы ему этого дать, получается, ну, либо не можете, либо не хотите, вот, в принципе, особо не важно, важно то, что, ну, вы этого можете не хотеть, и имеете на это, ну, полное право, в общем, что, вот, поэтому тут, на мой взгляд, вот, основной вопрос именно заключается в том, насколько приемлемо для обоих, то, что он вас, там, грубо говоря, обучил, обучил открываться, вот. Я не говорю, что это плохо, то, что он делал, да, я не считал, что это плохо, обязательно, но, как бы нюансы, нюансы, вот они такие могут быть. Дальше идем. Спустя полтора года начали, начали появляться дыры, но, опять же, дыры, это, на мой взгляд, очень, такая обобщенная история. То есть, мне кажется, что, в том числе, наличие или отсутствие дыры, зависит и от вас, в том числе, вот, и, соответственно, если вы, внести, вклад в, сами, внести вклад в то, чтобы, ну, дыры имели место быть, вот, то, в таком случае, это ответственность еще и ваша, с вашей стороны. Что же? Ответственность имеет место быть. Дальше. Основной мотив, он встал от моей закрытости, он идет от девушки роли много в отношении, к нему нужна такая же забота, внимание, открытость и ласка. Смотрите, в принципе, ну, в принципе, все более чем здесь понятно. За, наверное, только одним исключением, что не всем это подходит. Мать. То есть, не всем, а, подходит, а, такая вот роль родителей в отношениях. Понимаете, какая штука, вот, а, совсем, да вот совсем не всем подходит. И, это важно понимать. Поэтому, имейте в виду, пожалуйста. Я же веду своей закрытостью, удовлетворить себе потребность в этом не могла. Правильно, правильно, потому что вы немножко, немножко, эм, такой вот, другой человек. Вот. И это, в целом, это нормально. В целом, это нормально. В целом, это абсолютно нормальная история, что вы, вот, ну, что вы другой человек, что вы по-другому видите, там, отношения. Вот. Всё нормально. В этом смысле, вы, может быть, не подходите друг другу в этом смысле. В этом смысле, в этом смысле. В этом смысле, может быть, вы, кстати, не можете быть, не можете быть в отношениях, и тянет вас к нему как раз, по той причине, что в глубине души вы знаете, вы знаете в глубине души, что построить с ним отношения, вас не видит человек как раз, потому что вы не подходите друг другу, в принципе, например, ему нужно одно, а вам другое. А вы пытаетесь там, допустим, меняться, к примеру, а вам это тяжело, и вы будете обвинять человека в чем-то будет копиться недовольство в вашей стране, например. Вот, то есть, все это важно, и пренебрегать этими аспектами, на мой взгляд, нельзя. Дальше. Я часто задавался вопросом почему-то, потому что у вас тип личности такой, у него такой, а у вас такой. Я поступал порой даже эгоистично по отношению к нему. Ну, кроме того, что здесь требуется понять, что именно вы считаете эгоистичным для начала, потому что я могу сказать, что понятия об эгоистичности несколько различаются у людей. И несколько различаются понятия об эгоистичности на бытовом уровне, например, и на уровне психологического знания. Поэтому очень важно, чтобы вы все-таки раскрыли что именно. Но выглядит, опять же, выглядит со стороны вот то, что вы поступаете эгоистично, при том, что вы знаете, что это эгоистично выглядит так, как будто вы просто пытаетесь человека от себя втолкнуть. Вот. Э. Эээ … э.. специальрирующихû Brus lucro gal. И вот вопрос, наверное, все-таки заключается в том насколько осознанно вы это делаете, насколько сознательно вы поступаете, отдавая себе отчет, что действуете эгоистично, ибо есть ощущение, что вы себя вините. Но я не находил ответа, просто понимал, что сказать ему больше не сейчас не могу, я даже не разу не присоединился к нему в любви. Ну, тут надо разбираться. Может быть страх эмоций, страх чувств. Я стеснялся во внешности, не знакомый, он не привлекал меня сексуально, но несмотря на все это, меня просто безумно вытянет, как магнит. Вероятно, вы нуждаетесь в том, что у него есть, а то это свой, как бы так вот, может быть, подпитывает его энергией, вот его, в общем, подпитывает. Опять же, нужно понимать, что в этом ничего плохого, в этом ничего нет. Вот. То есть я ни в коем случае вас не обменяю сейчас. Просто говорю, что возможно сделать всё в этом. Ну, то, что вы его свидетельство, это, по-видимому, связано с личными границами и определенными деформированными стереотипами у вас. Так, мне стыдно, когда нас ведет вместе, ну, вот вы бы, вы бы, вы бы сказали, рассказали бы ещё, о чём именно конкретно вам стыдно, вот, потому что не совсем понятно. А чего именно вам стыдно, да, то есть чего именно вы стыдитесь? Вот. То есть вы как-то говорите о том, что вот не стыдно, вот я стыдняюсь, а чего именно вы стыдитесь? Вы как-то, как-то не говорите. А ведь это, собственно, важно. Я очень боюсь его потерять. Ну вот, смотрите, боюсь потерять, да, с чем связано это? То есть, первое, и главное, это отношение к человеку, как к определенной ценности. Вот, так сказать, ты должен быть со мной, ты не можешь уйти, и так далее. Эээ, вот, подобные, подобные отношения, да, к людям. Возможно, что в том числе и. Тогда, когда вы относитесь похожим образом к себе самой. И так, эээ, в чем именно страх его потерять? Что произойдет, если вы его потеряете? Что будет с вами? Когда возникли конфликты касательно моей закрытости, я обратился к психологу, я стал открывать. Ну, опять же, да, здесь как бы нет ощущения, что вы это делаете для себя. Нет ощущения, что вы это делаете естественно, вот как, опять же. Ну, как, молодой человек и сказал вам. Эээ, так, ну, тут произошло непредвиденное, молодой келосы, это все наигранное. Он не хочет менять расчеты, удовольствовать какие-то возвраты, может специально меняться. Он хочет, чтобы все было само собой. Ну, его право. Если я не поменял за два года, то и не изменю. Ну, вот здесь его инфантин, что вы не должны поменяться, он вас выбрал. Я всегда буду сама по себе, если меня так не хочется. Ну, опять же, это его право. Я сказал, что запутался и хочет побыть один. Это страх принятия решения здесь, конечно. Так, уже прошлой неделе с того разговора каждый мне льется слезы. Из-за чего? Меня по-прежнему к нему тянет. Разобрался, но нет. Я готов меняться и идти пробовать с ним дальше. Я понимаю, что, скорее всего, все закончено. Для чего вы хотите меняться? Для тебя или для него? Вот ответите себе на этот вопрос. Это важно. Я понимаю, что все закончено, но не позвонить больше, он принял решение, потому что не открытая и чувственная семья. Это самое главное. Я его не собратил, что время не могла дать ему этих чувств. А должны были? То есть, чего вы? Вот понимаете, вы себя как будто наказываете за то, что вы, в принципе, не могли. И наказание здесь возможно из-за сверхзначенных соотношений. Соотношения для вас сверхзначенные. Вопрос только с чем? С чем они сверхзначенные? Да. Потому что, ну, человек, он, в общем-то, даже если бы у вас все было в относительном порядке, он имел право уйти. Дальше. Эм, так. Эм, я, эм, в то же время не отмечает мысль, что я не смогла за два года рассказать ему о том, что люблю его. Была ли там подалибовь? Ну, это уже решается. Вау. Я запытываюсь в чем, не понимаю, что мне делать дальше. Что бы что? Я не понимаю, что это либо какие-то попытки к разговору. Зачем? Или просто сидеть и ждать, позвонить не позвонить. Ну, ждать точно не нужно. Вам надо бы разобраться в себе как минимум. А, скоро у него день рождения, не знаю, как поступить. Смотрите. Эм, если вы от того, что вы поздравите его, не будете чего-либо ожидать для себя, это не будет навязыванием и это будет вполне адекватно. Если же вы, эм, если же вы чувствуете, что какие-то все-таки эм, фантазии у вас есть, и чего-то вы все-таки ждете от поздравлений, то в таком случае, да, поздравлять не нужно. В целом, мне кажется, что вы чувствуете себя достаточно одиноко, то мне кажется, что вы пытаетесь свою такую эмоциональную отстраненность через мужчину как-то вот преодолеть, но это ваш путь, это ваша работа. Как и ощущение некой пустоты, которая, мне кажется, присутствует у вас, в вашей реальности. Вот. Поэтому работать мне, думаю, нужно в этом направлении. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...